И так, с вами Дабгай, и я приветствую всех самых психически здоровых людей на этом видео. И что ж, мы продолжаем играть за наши черепаши остров. У нас прекрасная армия индейцев захватывает всю Америку. Мы постараемся, я, наверное, просто бью все войну через НОКБ, ну, чтобы как-то было все поинтереснее здесь. И потом мы поедем, конечно же, колонизировать Европу, потому что они нас колонизировали, пора им возвращать, так сказать, то, что они для нас сделали. Ну, а если вы еще вдруг не подписаны, подписывайтесь, мы продолжаем, поехали. И, как вы помните, осталось нам буквально чуть-чуть добить Америку здесь. В принципе, ее почти что и добили. Так, у войска немножко распылились везде, как вы можете видеть. Но я думаю, сейчас разберемся. О, настоящий Красносевер, новый ивентик, ну-ка. Мы получаем просто кучу национальных территорий. Вы же понимаете, что это нам сейчас даст просто миллион заводов и ресурсов национальных. А, ну, в принципе, видимо, канадский, а там немного. Хотя людских ресурсов, да, мы получаем просто безумное количество. Но самое главное, мы продолжаем мобилизовываться. И мобилизовываться, как вы помните, мы будем реально всю игру. Хороший вопрос, вот я когда закончу играть, успеем ли мы мобилизовать все? Скорее всего, нет. Тем не менее, людские ресурсы у нас бесконечные. У нас снаряжение, которое у нас ивентами надавали, тоже бесконечное. Так что да, геймплей веселый. Продолжаем. О, в Новый Англии, кстати говоря, еще и пришли провиденцы, да, тоже самые здоровые люди. Но не успели они, как бы, доиграть до момента, где что-то сделают. А, я, кстати говоря, не обращал внимания на, как бы, авиацию, да, я не думал, ну, у нас ее нету. И у нас ее не было. Но в один момент нам дали 500 тысяч самолетов. Что можно на это сказать? Удивительное, рядом индейцы научились летать и делать самолеты из глины, не знаю. В примере с Антантой? Блин, вообще, в принципе-то, давайте. В принципе, пофиг, но... А, подожди, Новая Англия тогда? Не-не-не, это не пофиг. Вообще, такая-то недоработка, честно, что Новая Англия, которая тоже в Северной Америке, берет и мирится просто. Как бы, надо было бы, чтобы она тоже оставалась уже теперь нашей. Это канадцы. То есть, это тоже сфера влияния, как бы, канадцев. Ну, и, как я говорил, я делаю на ОКБ. Давайте-ка. ОКБ. И всей Америке объявляем мы просто войну. Мы здесь, чтобы... Респакт объявить войну. М-м... Да, в принципе... Чё нет-то? Так. Я полагаю... Да, нам надо ещё немножко доделать. Ну, вот так. Вот так выглядит уже как надо. Так, ну и реорганизовали мы, наконец-таки, войска, а то они тут поразбегались в разные стороны. И теперь, я думаю, мы продолжим прям уверенно наступать. Мы тут можем продолжать строить ещё больше истребителей, наверное, я так и буду делать. Что мне ещё, как бы, производить? Конечно, я могу использовать те самолёты. И, в принципе, я уже начал их немножко использовать, раз нам их дали. Но всё-таки хочется тяжёлой истребителей из такой промышленности делать. А вот и ещё один американец пал. Кстати говоря, каким-то образом пала ещё и Боливия вместе с этим американцем. Почему я понятия не имею, но, допустим, смотрите, данцевский мирный договор, и винятный договор, что... Ребята, игра реально работает прям как должна. Вы представляете? Россия вернулась в Резерство, значит, на Европе, по обмену нас, на разгромив армию Кайзера. Реально вернула. А, кажется, Польшу почему-то не получила. Но, допустим... Типа, они реально скриптово замирились? Что? Так теперь интернационалу всё. Я не думаю, что он сможет выдержать интернационал теперь в борьбе с такой вот Германией. Как бы, ресурсы-то пока есть, и, скорее всего, ещё долго будут, но, тем не менее... В один момент они закончатся, всё-таки интернационал у нас слишком мало по сравнению с Рейхспактом. А, кстати говоря, нам ещё дали Great Kanoe Fleet. Я только сейчас оборужил. Вообще, может, тут ещё какие-то наши флоты есть? Ну, вроде-то уже захваченные корабли. Так что, да, это вот это нам дали. Ну, слушайте, неплохо. Они, конечно, слабые, да. То есть, практика такой себе, но их 60 нам дали. Допустим. Смерть короля Жана Третьего. Блин, да я вам говорю, здесь игра работает как будто, знаете, как будто всё в порядке. То есть, ты берёшь самый шизовый путь, ломаешь её как можешь, а игра пошла просто по супер какому-то, знаете, реалистичному такому сценарию. Не, минимально шизовому. Россия там повоевала, как-то замирилась. Теперь оставились не один на один с интернационалом, потому что интернационал, очевидно, не сильно как бы тоже дружественный к России. Как бы дала Россия довоевать Германии с интернационалом. Который, скорее всего, Германия победит. И я вам отвечаю. Самая, самая такая, спокойная партия. Кроме, конечно же, блядь, черепашьего острова. Нарязка, как говорится, есть нюанс. Но мы уже капнули Мексику, идём туда дальше. И здесь сейчас капнем вот эту Америку, после чего полностью сфокусируемся на Новой Англии. Кстати говоря, она начала что-то красить, но мне плевать, потому что национальных территорий Новой Англии там нету. Следовательно, нам достаточно будет заходить только вот здесь вот небольшие территории. И вот она. Капитулирует. Вашингтон наш. И мы забираем Америку и весь её флот. Там ещё западные команды центра есть, но это, видимо, потому что он был баринеткой, да. Ну и остаётся нам добить тут Нью-Йорк и, собственно говоря, самую Новую Англию. А ну вот и западный команды центр сдался вслед за своим, так сказать, хозяином. Нью-Йорк тоже падает. Ничего нового. Нью-Йорк, кстати говоря, был в респакте. О, идеальный рай. Смотрите-ка, война выиграна. Уничтожение белого человека показалось раз и навсегда. Мы с вами сегодня утром встречаем рассвет красного солнца. Чей сияющий свет бывает этот недавно очищенный континент своим красным сиянием. Внутри наших славных границ началось возрождение старых традиций. Ладно. Если вы хотите, вы досчитаете. Я, конечно же, читать полностью не буду. Надо быть безумным безумством, чтобы всё это считать. Но мы получили, короче говоря, кучу наставных территорий. И мы только-только начали. Индейцы завоевали... Так, осуждаем. Это я не знаю, зачем они сюда вклеили. После возрождения вождя Томас Диксона и укрепления его власти над разрозненными коренными народами Северной Африки, мир был очищен яростью на белых дьяволов. Сдерживаемый на протяжении 500 лет. Так. Нация, которая просуществует тысячу лет. Нет, господи. Я понял, почему это сюда вклеили. Но вообще, блин, цензурно бы вклеивали, серьёзно. А вот и капнула в Англии. Осталось зачистить всё от каких-то ещё войск. Вот этих вот инагентов, так сказать. Присылая. Индейцы со всеми своими справятся. А там вот эти ребята всё ещё выйдут и не понимают, что, блин, тут происходит. Тут бегут беженцы. Просто все кричат о том, о красных дьяволах. О снимаемых скальпах. Кайзер это всё читает, все эти донесения думают. Пиздец. Что уже там у американцев в голове? Тут тоже французы, британцы думают. Ну всё, блин, это вот эти вот капиталисты совсем уже ебанулись. А они-то идут. А индейцы-то реально идут. И вот мы уже вот если что в Панаме. И как бы, ну, Южная Америка, она вот тут будет захвачена. Тут уже вроде фронты примерно не будут ломаться. Ладно, в Бразилии ещё, конечно, поломают. Тем не менее. И мы готовим уже высадку на Кубу. И нам, на самом деле, её очень быстро можно будет сделать. Давайте вот этот флот у нас вот поможет в высадке. Ладно, давайте на всякий случай ещё вот этот сюда пришлём. Только нам бы все подлодки, пожалуй, отделить. А то их, ну, многовато. И вот очередные страны Южной Америки подчиняются к красным лицам. И мы начинаем высадки на Кубу теперь. Ну, сейчас будем выбивать все эти острова, чтобы всю Америку контролировать. Плывём мы на своих боевых каноэ. Так, параллельно там Эквадор капнул. Но это не сильно интересно нашим правым солдатам. И высаживаемся сразу в Гавану. Ну, типа, ну, а чё нет? Ой, это же мы сейчас будем воевать в джунглях. Только у нас потеря припасов минус 100. То есть всё ещё нормально. Но даже с такой потерей в этих обычных джунглях всё ещё впадло воевать. Из-за этих непроходимых территорий. А самое главное, из-за того, что здесь минус к припасам имеется, мы всё-таки получаем какое-то... Какое-то триж у нас всё-таки происходит. Так, Куба капнула. Но у нас сразу следующая цель. Ведь есть, как говорится, нюанс. Нам не нужно готовить высадку. Наши индейцы всегда готовы быть на каноях. Поэтому мы просто сейчас будем высаживаться подряд. И всё. Кстати говоря, другие ПФ тоже получаем. На самом деле очень сильный. Радиус действия авиации плюс 30%. Это очень сильно. Точность морской авиации плюс 40%. И бомбардировки тоже сильно. Обнаружение воздушной цели плюс 25%. И асов 25%. И эффективность плюс 15%. Ебать. Знаете, тут и без индейцев баф просто безумно. Конечно, я понимаю, что это из-за того, что как бы технически в Аляске ничего нету. Но если, допустим, ей передать авиацию, это просто безумно. 25% обнаружения, асов и 15% эффективности. Это просто какой-то шок. Ну и мы, конечно, блин, как приятно, когда не надо готовить высадки. Просто нажимаешь высадку, и она происходит. Кайф, кайф, конечно. А, и тут пока я чилил, точнее, занимался завоеваниями в Южной Америке, у меня тут немножко фронт вот этот изменился. И у меня даже одну дивизию байпнули. Господи, мы не отправимся никогда от этой потери. Потому что она была суперопытная, скорее всего. У меня здесь все дивизии очень опытные. Это супергрустно, на самом деле. И вот, по-моему, я и захватил последнее островное здесь государство. Да, так и есть. Ноль островов здесь осталось. Прекрасно. О, еще и Португалия вот здесь вот тоже воюет. А, ну там-то все еще воюет, как бы, с Францией, да. То есть Португалия и Испания вошла еще в Респакт, и с юга теперь тушат Францию. Ну все. Франция, я так полагаю, закончилась на этом моменте. Ну вот королевство Франция предпочитает пойти в Канаде подолбиться, чем свою Францию вернуть. Ну, делаем из этого вывода, как говорится. А еще я по приколу взял здесь вот территорию в Индии. Но, блин, рука тянется сделать ВЦ, но впадло. И самое главное, это ультра скучно. Поэтому, я думаю, просто деколонизируем Европу, а потом уже можно будет и заканчивать. Ну и мы смогли преодолеть вот эти ебучие джунгли, и идем дальше. Конечно же не без этих, так сказать, минус 100% расходов припасов, как я говорил, видите. Жара и там еще что-то, погода какая-то и территории в итоге дают неплохие плюсы к расходу припасов, из-за чего наши ВСК все-таки начинают расходовать припасы и нести потери от истощения, потому что тоже к истощению тоже есть плюсы. Но в целом пофиг, примерно. Но, кстати говоря, тут есть новые медальки, именно алясовские. И как будто они плохие. Но в целом, конечно, выдавать не впадают. Вот мы добиваем тот, кто пытался к нам высадиться. Ну, ошибка была допущена, Антанты. Непонятно, зачем они сюда поехали. В принципе, реально непонятно, зачем они сюда поехали. Но вот уже и уехали. А мы едем в Данию, будем потихоньку краситься к Британии. А, забавный факт. Германия-то замирилась с Россией, а вот Австрия нет. И интересен вопрос, а будет ли у России тоже такой скриптовой мир с Австрией, если да, то это даже будет классно. Если нет, то в принципе я тоже это могу понять. Если французы смогли стабилизировать фронт, и даже как будто, смотрите, начали обратно Испанию пушить. Французы-то стронг. Ну, типа, по промышленности они, конечно, чуть-чуть отстают. Но по дивизиям, да, по дивизиям тоже уже отстают. Но в целом, видимо, бафы все-таки решают. Здесь, да, много хороших бафов на армию. Вот они за счет их, наверное, и живут. А у нас тут, кстати говоря, генерал уже 10-й левел имеет. Атаки, точнее, 10-й уровень. В принципе, считайте, все они уже очень-очень закачались. Это приятно. И там был бы, допустим, какой-то договор. Я пропустил вентик, но, судя по всему, был какой-то мир. Видите, территории передались обратно, но они не замирились. Видимо, какие-то все-таки скрипты работали тут. Но не до конца. И теперь, кстати говоря, Кузкармит находится в очень такой ситуации каверзной, я бы сказал. Потому что очень много дивизий у них сейчас потеряются, потому что они находятся за линией фронта. В окружениях. Как бы созданных, видимо, искусственные скриптами. А вот такая зоробер. И вот я захотел последнюю провинцию. Так, ну-ка, я же... Да, все правильно. Последнюю провинцию в Америке. Блядь. И вот я захотел последнюю провинцию в Америке. И в Америке больше нету краснолицых. Точнее, белорицых. Так, я точно не шпион интернационала. Так вот, товарищи. Мы сейчас будем высаживаться в Британию. В Сландию мы уже доехали. И будем показывать европейцам, что колонизировать Америку было их ошибкой. Причем фатальной. И я бы сказал критической. А еще тут заметил, что Норвегия имеет этот вот островок. На самом деле, в нем невероятно много провинций для такого острова. Тем не менее, да, мы его тоже захватим. И вот путь в Европу открыт. Но я думаю, мы уже сделаем это в следующей серии. Мы добьем 3x пак. Добьем интернационал. Скорее всего, добьем еще и Антанту параллельно. Потому что у нас есть на это все ресурсы. У нас, блин, ресурсы бесконечные. Только, типа, делай их. У нас еще, кстати говоря, закончились забавные факты. Там агавки и... Трезуновы вообще есть. Потому что я что-то их произвел в малых количествах. А вот они и понадобились. Но сейчас производим по 700 в день. Так что, в принципе, нормально. Вы, главное, производите лайк и комментарий. Обязательно подписывайтесь. Если вы еще в ролике не подписаны, то в виде дискорда не забывайте. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok